В общем план такой, едем в Литву, надо забрать 4 машины, у одного клиента мы забираем 2 машины и у другого клиента 2 машины. Значит эту машину тогда мы бросаем около клиента, там здесь точка, да, вот забираем тогда 2 Вольвы, вот садимся в 2 грузовика тогда, там забираем 2 DAFа, покупаем дороги, проверяем машины, ну и едем, едем домой в Ригу. Даже дороги сейчас будем покупать, дороги сейчас заранее купим, да, литовские? А, ну давай, да, точно идея, можно купить сразу туда дороги, чтобы не терять время, купим литовские дороги тогда и купим сразу латвийские, у нас же все данные машины есть, да, 2 машины у нас на транзитных номерах, а 2 машины на литовских номерах. Там страховки дешевые, да, страховки все есть, все куплено, все сделано. Алло, имегус, доброе утро. Здравствуйте. Ну едем, едем к вам, да? Хорошо, а когда примерно будешь? Сейчас в Бауске, но хотим забрать 2 машины. А, ну хорошо, я в сервис вчера позвонил, там человек будет 16 часов, чтобы поехать оттуда. В 16 будет оттуда, да? А как нам тогда машину сдав в центр забрать? Вы сами... Ну тогда мы с этого сдав в центру до 16. До 16. Вы тогда сразу едете в Вильнюс, но тогда в центре Вильнюса, как уже с Вильнюса поворачивать. А потом поедем к нам, ну вот это... Хорошо. Тогда, когда мы будем в Вильнюсе, я позвоню вам, да, и вы тогда нас координируете, как нам забрать машину. Я не могу сказать, что поедем там, где... Пропала связь. Сейчас будем тестировать покупку дорог, проверим, как это работает. Маска. Я на самом деле первый раз покупаю дорогу. Это очень сложная. Что там? Очень сложная процедура. Очень сложная процедура. Лава сейчас попробуем. И куда идти? Раньше внутри было, я надеюсь, никуда не делось. По-моему, тут. Там, где на границе были, там можно было и латвийские купить, но там был контроль этот, и мы... Ну да, 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 но мы пробрались. У нас машина литовская. Регистрация. Литовская. Литовская регистрация, и мы поедем в Латвию. В Латвию поедем? Да. Что, да, латвийская вам нужна? Но нам и литовскую надо, нам еще надо доехать. Мы поедем с Вильнюса. Да, мы едем сейчас в Вильнюс, в Вильнюсе покупаем машины. И заранее просто покупаем дороги. Купим машину, я вам покажу. Ай, вы быстро покажете. На один чек все, четыре машины? Можно на один чек все. И все по большей, да? Да. И все литовские? Да. Вроде выглядит не так все сложно. 5 БД. Сколько стоит все это удовольствие? 52 еда. 52. Что нам, этот чек надо сохранить, да? Да. Если вдруг проверка будет, тогда нам что надо показать? Раньше, насколько я знаю, были виньетки, так называемые. Наклейки, да? Наклейки, да. Сейчас все стало намного проще. Ну, на всякий случай, мы взяли с собой чеки. Если вдруг будет проверка, у нас будет доказательство о том, что дороги оплачены. Так. Всем здорова. Блогерская тема сразу понеслась. Тут люди стебутся на фоне. С того, что я тут селфи всякие съемки мучу. Сейчас вот меня попросили помочь пригнать тягач на продажу из Вильнюса в Ригу, из Латвии. Сейчас вот мы уже находимся на границе. И, как вы видели, мы только что купили литовские дороги заранее, чтобы потом не останавливаться для их покупки. Едем мы на легковой машине, на аренду, эту аренду тачку каршеринговую кинем просто в Вильнюс и назад уже поедем на четырех тягачах. Забираем два Дафа и две Вольво. Я поеду на Дафе. Потому что на Дафах я не катался и на Дафе хочется прокатиться, посмотреть вообще, что это такое. И плюс к тому, что сейчас эта пандемия, которая всех очень радует и люди счастливы жить в пандемии. Пришлось заполнять приглашающей стороны с Литвы нам такое письмо писать каждому по отдельности и доверенности еще на тачке. То есть мы едем в рамках закона рабочая поездка, хоть и на легковой тачке, и там был контроль на границе, но этот контроль нас не остановил, потому что был занят кем-то другим. Были бы свободнее, точно бы нас топорнули. Но дальше еще там есть одно место, где они любят стоять. Может быть, еще там остановят, а может, не остановят. Так что оно как-то так. Так, давай, остаемся на связи. Всем любви. Худым снимать. Слушай, ну, похудей. Я тоже такой некрасавчик. Не переживаю. Начинаем? Да. Так, ну вот, мы уже подъезжаем на первую точку за нашими прекрасными автомобилями Вольво. Созвонились уже с клиентом. Тоже должен подъехать. Тестировать надо кровать обязательно, да? Да, ну да. Потому что для водителей самое важное, да, кровать. Ну, одно из. Все, Артем поехал ставить тачку прокатную, каршеринговую, на паркинг. Пару кварталов отсюда. И назад мы уже на четырех тягачах поедем, не будем пользоваться услугами каршеринга. Ну, тут все гангстеры собрались. Ну, что, при выборе автомобиля надо обратить внимание на состояние, да, чтобы желательно, чтобы детали не отличались по цвету. Посмотреть на зазоры, чтобы все зазоры были одинаковые. Обратить внимание на маркировку стекол, чтобы все стекла были одинаковые. Если стекло менее, значит, оно будет отличаться по марке, да, значит, что-то было с автомобилем. Возможно, он был в аварии. Вот. Обратите, также обратите внимание на вин номер. Вин номер на раме у Вольво находится под правым передним колесе на раме. В документах у нас есть вин номер. Этот вин номер обязательно сверяем с вин номером на машине, чтобы он соответствовал. После того, как сверили вин номер на кузове, на кабине, там и сверяем вин номер на раме. Все совпало, все отлично. Поехали за дафами. Нужно поставить чип. Документами. Техпаспорт, главное, чтобы от этой машины был. Так, номера совпадают, машина совпадает. Сколько, кстати, пробег у нее? 454 тысячи. Год? Год 2017. Не такой большой, что и пробег. Вот так. А Паша не пристегнут. Как удобно сесть, блин. Как-то неудобно. Вот тут ребята приехали на работу, видимо. Ожидают свою смену. Все, ребятки, пока. Мы тоже поехали работать. Как тебе, даф? Молдав, а три щетки. Одна Вольво получилась так, что осталась у нас в сервисе. Загорелась какая-то ошибка, но ребята сразу подсуетились и загнали в рим-зону. Пытаюсь дозвониться до водителя, что-то не поднимая трубку. Так бывает, что не все может идти так гладко. Все-таки это техника. Мы же купили 500-е, а не 460-е. Просто работаем постоянно и столько информации в голове, что бывает на каких-то мелочах. Просто ошибаешься. Блин, как нам лучше сделать? Не могу сообразить. За вторым дафом тогда. Пускай он там пока тусуется. Все равно какое-то время займет, правда? Серегу отправить назад к Вольве. Ну давай, давай, так и сделаем. Алло. Да, мы сейчас приехали в даф, в центр забрали даф, а сами мы дальше едем. Тогда за вторым дафом, потому что тут тоже ремегиус дела у него там и так далее. Какие впечатления от дафа? Круто. Круто. Круто, круто, да. Дико на самом деле прикольно тоже машина, так как я не имею большого опыта. Я уже могу сказать, что это достаточно комфортный автомобиль. Эта машина с большой кабиной, дико комфортно. Так-с, чекиваю. Как знал, что мне понадобятся перчаточки. Мы ко второму месту подъезжаем, ко второй загрузке тягачом. Здесь уже буду брать дафа, на котором я поеду. То есть мы заранее выписали доверенности на каждого водителя, который поехал, для каждой отдельной машины. Где-то 20 километров от Вильнюса отъехали, да? Да, 20 километров от Вильнюса. Я так понимаю, что... А, вот он, да. А вот он наш красавчик. Вон он стоит. Года, пробеги тоже плюс-минус одинаковые? Да, одинакового года. Дафы 2018 года. Пробеги у них по 350 тысяч. Вот. Открыли. Поехали. Уже дело к оттепели, кстати, идет. Со следующей недели оттепель начинается. И я прикидываю просто, что будет твориться. Будем плавать мы. Да, 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 да. Говорю, Артему, может быть... Зря он грузовиками занимается, что надо будет лодки скоро всем, чтобы не ходить по городам, а плавать. Рига в Венецию превратится. Все же хотели зиму. Так нет. Я и тоже хотел. Но не такую. Ну, главное, что не было же плюс-минус. Навалило снега и держалось. Конкретно, да. Мы уже можем пообщаться более спокойно обстановке, да? Вот этот второй пятницу в гараже. Отлично. Думаю, что может быть все-таки получится на следующей неделе. И еще... 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 Три на примете. На той неделе. Три, да? Если все нормально. Вы же ждете свои новые. Новые уже, да? Вот так вот как раз 10 получили. Да, да, да. Приходит, мы меняем, приезжает, прицеп перецепляет. Это за первую машину было? Это... За первую я отдал. Вот это за первую. А, эти две. А я привез оригинал тоже. Так, это вот, это было за первую. А, это за первую? Да, за первую. Так, вот два контракта. Ну, один нам, один вам. Да, не да. Вот два оригинала. Ну, один остается нам. Да, один остается вам. Один вы туда подпишите, я заберу его с собой. Добрый день. Добрый день. Здрасте. А, сейчас акты приема передают? А, отдельно на каждую. Так, и ЦМРКИ. Тогда, да? А, и ЦМРКИ тоже печать надо? Да. На нам. Угу. На опыте. Вторые ключи, паспорт, это номера, и войс, зеленые. А страховка пока будет действительно, да? Сделаем как в прошлый раз, да? Да, да, да. Да, спасибо. Она вот же бежит вот. Приедете, позвонишь, тогда закроем. Да. А еще вопрос, по 108-й дороге мы выйдем туда, на трассу мы пока не вяжем? Да. Кограф сделанный в Германии на дверях. Да. Они не дают ничего только на дверях. Да, на дверь клеить наклейку, да. Сколько примерно там топлива осталось в баке? В общем, он должен был оставить, мой коллега, больше ста где-то. Больше ста? Ну, около 100, это будет. Ага. Но все равно, чуть-чуть надо будет дозаправить. Ну, дозаправим. Так. Я свой уже заправил. Нет, нет. Ну, и ты будешь еще и мой заправлять. Видимо, да. Ты с деньгами и в перчатках. Ребята после рейса останавливают машину, загоняют ее в рюмзону, проверяют как техническую часть, как и диагностику машины. Мы покупаем полностью проверенную готовую машину. И вот этот DAF мы купили. На следующей неделе мы планируем поездку, опять же, в Литву, за другими тягачами. Опять же, скорее всего, это будут Volvo и DAF. А вы сам ездите или потом продаете? Мы продаем. Свою свою плату? Да, мы занимаемся продажей тягачей и полуприцепов. Вот, в основном у нас там все продажи на экспорт. Едем только. Принцепы какие тоже, только новые? Разных годов. Там 14-й год, 15-й год. У вас тоже что-то? Ну, вы пока же не продаете, да? Нет, так прицеп мы тоже 15-й купили, но 12-го года будем продавать. Давайте. Да, это будет интересно. Но только это будет в мае где-то. Отлично. А у вас и какие шмецы? С термокингом или? Нет, шмецы, полуприцепы. Штурки? А, шторки. Ну что, запустил я DAF и завелся. Вот на нем я поеду домой в Ригу. В DAF я ездил только пассажиром, за рулем DAF еще не катался. Пойдем на двух DAF и на двух Volvo. Бля, как тут руль? А, вот руль. Руль не ногой опускается, поднимается рычажок, как здесь кнопка. Надо привыкать. В общем, добрались мы на заправку. Надо немножко наполивать топливо в баки, подлить немножко, чтобы доехать до Риги, потому что все тут горит уже резервом. Подъезжаю к Поневежесу уже и оторвался вперед. Ребята едут сзади, у них просто Volvo, которые забрали на 80, привязаны. DAF тоже хоть и завязан, но завязан на 85. В целом могу сказать, нормальная тачка, такая достаточно приятная. Конечно, сидуху еще там под себя не смог настроить. В меню еще там тоже не особо разобрался, что тут есть, где тут, как тут ползать. Но машина тихая, и ты мотор практически не слышишь. В Volvo, конечно, чуть погромче мотор слышен, а в марте еще громче. Там, если говорить про качество отделки самой интерьера, похоже на Volvo Euro 5. То есть Volvo Euro 6, конечно, кнопочки поприятнее. Здесь такое все, ну, похуже, похуже. Не так технологично выглядит, как на Volvo на той же, но зато кабина выше намного, вольверский. И спальник тоже шире. А левого подлокотника нет. У левого подлокотника это окно. Это уже немножко непривычно. Тут буквально, наверное, 2 часа осталось до Риги. Ну, чуть больше. Перед тем, как въехать в Латвию, надо будет остановиться и COVID-19 пас заполнить. Ну, че? Нормально, видим. Скользко, блин. Приходится... Ну, ладно. Побану и скользко. Двигаться аккуратно. Нормальная дорога. Как тебе дав? Ну, нормально. Но комплектация такая... Ну, не самая полная, да? Да. Coffee time? COVID pass time. Какой? COVID pass time. COVID pass time. Я уже заполнил. Куда ты пошел? Пошел, знаешь? Я просто скажи, куда. Ну, где кофе покупать? Я COVID pass уже заполнил. А я пойду, выпил кофе и заполню тоже. Я уже заполнил кофе. Заполнил? Да. А можно и стоишь, да? Полчаса. Ну, что, чего? Да минут сколько? Пять там. Не такая же жательница. Да. Ну, как тебе Volvo? Ничего, нормально. Первый раз на Volvo, да? Да. Тренировочный вариант. Не знаю. Да, в такой, знаешь, везде нормально все. Кретензий нет. Там, как коробка переключается. Я тогда без прицепа ехал. Спальник широкий, да. Высокая кабина. В этом отношении, да. Но могли бы уже и кнопочки тут принесли сделать. Тебе говорят, когда спать ложишься, вот прощаешь все, да? Все недочеты машины, да? Ну вот, да. Что-то у него в баках пропит. Не закрыл? Или он уже пока ехал, у него топливо слили? Там и так скользковато было. Скользко было вот отрезок, когда мы ехали от этой деревни до трассы. И мы там не быстрее. Работа выполнена. Можно с чистой совестью домой двигаться. Сейчас 9 вечера почти. 9 стра мы выехали. На легковой, которую кинули в Вильнюсе. Слови все рта от тебя.